Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат? Тишина. Сегодня мы разберем тему специальной военной операции. Ну а я приветствую вас на своем ютуб канале. С вами мистер Мисса. И сегодня мы разберем тему специальной военной операции. В этом видео мы не будем брать старых импотентов и говорить вещи на староимпотентском языке. Мы также не будем на протяжении целого часа смотреть на одного повара и врача, что проходил школу 90-х и по сьму дрался с Хеймот фон Мольтке старшим на Забиве и был подписан на одного спортивного блогера-миллионника, Нереальные эмоции просто. Что был женат на... Сергей Шойгу! На базе мотивикации... Восточный даун. Что добавлять специальную военоперацию, модификацию на игру про вторую мировую войну, мы посмотрим, как пройдет СВО в рамках компьютерной игры. Однако я не буду с помощью своего невероятного скилла показывать то, как Россия либо Украина победит в СВО против бота. Сегодня мы на моем дискорд-сервере, ссылка на который находится в описании, решим конфликт путем кироспортивного соревнования, пригласив лучших игроков из всего СНГ-пространства по разные стороны баррикад. Совместно с самым сильным ютубером ПХИ, что знает каждую мелочь из этой игры, а именно с плеером 1999, мы решим, какая страна достойна победы. И чтобы игрок с 99-го года рождения чувствовал себя на равных с моей командой из профессиональных игроков, я пригласил за него играть свою вторую личность, с которой люблю няшиться по вечерам. И пока наш генерал Суровикин начал прямую охоту на мою вторую личность, давайте знакомимся с участниками МП-партии. На кто за кого играет? Я! Веселый дедушка! Который! Ты не видишь! Ничего не знает! А я! Я! Я генерал Тувинского цирка и зять Столярова! Уже давно стало очевидным стремление Украины вступить НАТО, если мы допустим это, НАТО будет кропанную границу с Россией, а также неизбежно будет ликвидирована независимость наших союзников. Луганско-Донецко. Оценка... Оценка Верховным Глантомаевичем Зеленским. Первый план бывых действий. Первый... Мы начинаем наступление на Белгород и троллям русских. Ага. Лугански на Белгород, они не ожидают такого, и мы празднуем победу в Белгороде, моральная победа. План 2. Ага. Мы степенно проводим оборону, в случае, если русские прорываются, мы занимаем оборону на Днепре, на таких успешных, ну, крупных плацдармах, как Запорожье, Днепропетровск, Днепр, извините, и Киев. В принципе, если мы сможем удержаться под Днепру, тут, ну, как бы, очень легко под Днепру удержаться. Это если нас прорвут. И третий план — это просто активная оборона. Основные силы должны находиться в... Точнее, наименьшей части, наверное, будут находиться на Донбассе, потому что здесь достаточно большое количество укреплений. А также рекомендовал бы поражать фокусы на укрепление крымского плацдарма, потому что русские войска могут начать наступление именно отсюда, и я бы построил дополнительные укрепления на Южном фронте, потому что если русские смогут прорваться с Крыма, нам будет тяжело защитить наши южные земли. Вот такие планы. Доклад... Какой будет оборона? Доклад просушен. Тогда... На Крым я предлагаю наступить на Крым. Окружить... Тактически окружить войска в Крыму и захватить его. При полной победе в Крыму у нас будет отличная база. Это наши национальные территории, а мы знаем их как пять пальцев, поэтому мы будем иметь огромные бонусы в атаке. Чё мы ждём, ребят? Грядёт неминуемая эскалация конфликта. По сей день конфликт на Украине является гибридной войной. Причём в последнее время боевые действия почти не происходят. В середине декабря Россия выдавила НАТО ультиматум с требованием о прекращении поддержки Украины и пытках включить её в состав Альянса. Требования, к сожалению, невыполнимы, поэтому ждём момента истины. А у Сыркова большой вопрос. Какого х**а мне не помогали раньше, когда была возможность, сука, их держать? Мы надеялись на мирные соглашения, мы надеялись на Минске соглашения, но Минске соглашение подходит к концу. Президент Зелезкий не исполняет свои обещания. Я там, х**а, у меня столько людей, х**а, там вздох. Х**а, хорошо, это, видите, замечательно просто. У нас есть два пути. Либо мы отказываемся на переговоры с НАТО, либо мы идём на переговоры с НАТО. Верховная команда в невырушённых сил Российской Федерации, а также и союзники Визиталнецка, Луганск, Чечни, Приднестровье. Что вы считаете? А ты у кого спросить за бля? Я... Да, я... Понял. Генерал Шойгу решает выбрать действие. Мирного решения не будет. Я... Бегу, блядь, лучше... Не, 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 не. Нет, вы не пишите свет сразу. Тихо, блядь, это р referred бы to us. Можешь II. Главное сделать. А кто... А кто выбрал фокус про переговоры с НАТО? Не понял? Это стихия. Ребята... Ну, тупая бюрократия. Вот как я вас ненавижу. Я прик... Вот... Приказал главного маршала. Просто гения. Одни трусы в командовании. Так, братцы, мы воюем от Харькова на Новороссии. Я в Советске уже... Это говно, лучше не надо. Давайте лучше Харьков. Крым обратится, полетона. Мы сняли лучше Харьков, и мы уже будем оттуда действовать. Потому что Харьков это огромное... Огромное военное... Короче, много военных заводов, много фабрик, много людей. Но несмотря на то, что мы были настроены решить на победу, даже среди нас были предатели. Если нас армия прорвется хоть на чуть-чуть, я перестаю давать винтовки нашим солдатам. Спасибо. Так, послушайте, послушайте, маршал... Так, очень просто 8 Харьков суммы. Андрюх, это проведи железные дороги, у меня некоторые узлы не соединены. А у тебя как... У меня две фабрики, какие железные дороги? У нас еще почему-то уничтожено все снабжение. Автомобильное шоссе в Турещино идет в ремонте. Почему? Кто там партизанят? Опа! Победа, ребята, дипломатическая победа. Какая? Можно через ДНР ехать. Опа! Победа, ребята, ну все. Лукашенко добился своих целей. Наступление на Киев точно будет. Короче, понятно, нам ушел по всему. Белорусская миссия, государственная операция полностью провалил. Ты пытаешься от нас отговорить от победной тактики. Агенза Суни, не поплачешь запада. Агенза Суни, не поплачешь запада. И свои 15 центов. Шайку, пожалуйста, не беги на Киев, возьми Харьков первым делом. Я тебя подниму, прошу. А Беларусь поможет над Киевом, ребята, не переживайте. Так, говорит Беларусь шел победы, все заткнулись. Говорит Москва. Буду мутить, буду мутить. Так, короче, слушайте. О чем? Значит так, мы будем наступать на протяжении Новороссии. То есть отсюда на пихонгах. Да не пи***й. Все, говорите. Понял. Я все понял, специальная военная операция пошла пи***й. Что такое дело? Все наше снабжение мертвых. Это, кстати, совершенно не знаю. Это, кстати, пи***ь. Давайте все-таки придумаем наконец-то план, а не будем просто бежать на Киев без плана вообще абсолютно никакого. У нас уже есть план дорогой. Да если что, потом это. Давай, рассказывай, рассказывай его. Рассказывай свой план, давай. За три дня, дорогуша. Блядь, вы добежите до Киева за три дня. Я с вас нахуй. С, блядь. С кем я нахуй? С кем ты в Алиянсе, чучело? Бл***ь, блядь, блядь. Бл***ь, блядь. Бл***ь, блядь, блядь. Как ты в хуй не устраиваете? Все будем... Какой Киев? Какая ваша... Какая Беларусь? Вы не понимаете, что вы говорите. Суровикин предлагает план наступления. Смотрите. Первую очередь, надо распределить, кто где будет воевать. У нас фронт будет идти, смотрите. У нас фронт идет вот отсюда. Вот я сейчас поставил, значит, поворот. Да, вот сюда. И Крым, понятное дело. Так, Крым будет вместе с Мариуполем держать по сторонам ВСРФ. Будет лесоманьяк. Я, как генерал Суровикин, я буду, короче, на севере воевать. Вот тут. Вообще, в чем план? Как идеально мы можем поступить для того, чтобы уничтожить огромную часть украинской армии? Да, вот правильно показывает тут на Луганщине человек. То есть мы можем зайти в Мариуполь. Сейчас я показываю мечами. Зайти в Мариуполь, окружить. Тут на юге пройти. Будем заниматься лесоманьяком. Вообще, вот тут вот есть озеро. Если мы, в принципе, как-то пройдем вот так вот, из севера вот так вот, то, получается, вот тут вот все это будет окружено. Поэтому вот сюда вот я скидываю 30 дивизий, артиллерии. Надо, чтобы с юга кто-то вот так вот пройдет. И пока весь генштаб ВСРФ кричал и перекрикал друг друга на протяжении 10 вырезанных минут, украинское командование смогло справиться с расстановкой фронта меньше, чем за минуту. Остановляю задачу главнокомандующего вооруженных сил ВСУ распределить генералов по фронту. Командование Крыма беру на себя. Хорошо. Господин Зеленский. Да. Я считаю целесообразным взять фокус на модернизацию армии и подготовить С-300. Вместо введения партизанских методов. Ты знаешь, мы по днепру будем выступать, конечно, нормальный целесообразный фокус. А не рух, ну, остального. Короче, пацаны, челк, как возле вас? Отлично. Мы хотели спросить, к примеру, Вы будете обменивать пленных наших на ничего не представляющих себя политиков, которые уже полностью... Да, конечно, ты че? За каждого политика подпиши пленных, так что? Все, давайте. Естественно, подготовка к СВО, Которая так или иначе должна начаться модификацией на СВО, Не могла длиться вечно. И рано или поздно нам пришлось воевать. Итак, здравствуйте. Какие руководители мы приняли, наш уважаемый генштаб? На наступление... Надо быстро, дерзко, жестко ядерной бомбы. Давай, Донбасс! Россия, мать, с тобой! Ладно, иди! Ура! Ура! На... Атаку! Иду! Сюда, нахуй! Сюда, нахуй! Они выбивают нас армянска. Из... Армянска. Давайте, быстро прорывайтесь на Харьковск. Харьковск, радуй, нахуй. Нужно танки мобилизировать сюда. А, я так и знал. В Харькове 12 танков родилось. Русские держат армянс! Атакуйте, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Да-да-да-да, все верно, все так, все так. Надо, надо, нахуй. Так, змейку на Киев, блядь. Мы взяли армянск! БЛЯДЬ! Я это прогнозировал с самого начала. Есть в Бариуполь, ребят. Они едут с цилировой или что-то. В Старый Крым? Как с Крым может быть старым? А есть, типа, новый Крым? Ха-ха-ха-ха! Чудя, мухи! Тополева нету! Представьте, тополева! Нас не пробивают, они не обороняются. Нет, под Харьков у меня ставил две дивизии, он просто за секунд с ним батальоном прорвал. Но он Харьков-то не возьмет нам, конечно, это просто я вахну. Так, берите терр-оборону и расставляйте ее под Днепро. Ха-ха-ха хотят пересечь Красноперекопск! Тополева нету! Мобилизацию объявляю! Объявляем всеобщую мобилизацию! Ты не в облака! Ха-ха в Крыму пытаются выступление делать! Красноперекопск, бал! Вот тут выбивает великий маршал Шойгу Российской Федерации. Официально заявляет, Харьков взят. Это все, короче, главный маневр. Когда начнется какое-то серьезное действие по типу великого котла на стратегического масштаба, который будет вот типа на всю Украину, вот на середине, когда начинается вот типа все радуются, ура, мы победили! Готовьте ударный кулак! Нам нужно вынуждение оборону! Сдохли они все! Включаем Вику! Заходят внутрь Крыма! У нас дивидии не способны будут совершить наступление. Вагнеревец, Вагнеревец, следи аккуратно за своими войсками! Блядь, нам поездов не хватает, слышите? Блядь, они войсковые войски скатывают. Что по авиации, ребят? У нас нет вообще стрябителей никаких. В Крыму работает вражеская авиация. Аккуратно. В Крыму красный воздух, ребята! Че за херня? Кто у нас, ребята, в контроле? Крыму красный воздух. Враг будет разбит! Победа будет за нами! Победа будет за нами! Ура! Зэд, блядь! Это Зэд! Это Зэд! Это победа! Это блядь! Ордать обахнул! Смах, дли! Сюда! Ура! Молодцы! Это я! Ты короче... О, что по котлам! Господи! А там в пионерском еще сопротивляется, ребята! Блядь, у нас прогресс по сравнению с реальным миром. Да. Вот если бы мы были генералами, я бы... Да, ну, блядь! Так, главное, генералу залуженным надо отойти покушать. Вы там побеждаете пока. Ща. Генерал залуженный вернется там, когда... Когда Киев бить будут, тогда и звоните. Ну, русских пленных мы же, наверное, захватили где-нибудь, так что я пойду их поем. Как говорил наш предыдущий правитель, Адоль... Восточный вал надо убивать. Ну, висходим, висходим там надо, да. Мы главное, что сделали? План... По созданию демографической ямы. Мы с ним полностью произведем успешно. Мы мобилизировали на восточных терраборонцев, русских, русскоговорящих. Бросили их под русских, они друг друга перебивали. Украинцы будут стоять за Днепром. Знаешь, кто еще так делал? Мы дождемся натовской техники, которая лучше российской, потому что русские пьяницы, алкаши, они ничего не могут. Мы их всех перебьем, уничтожим, разбомбим и войдем на Москву. И тогда мы восстановим государственную ценность Идель-Урала, великий Северокавказский Эмират, Кубань, вернется с Украины, и все русские будут нам прислуживать. Россия все свое существование. Все свое существование обсасывало Украина. Так, ребята, подожди, Русь, это Украина. Киев чей? Мать городов русских они называют. Киев-то украинский, они все... Киев, мать их, ебать. А бать, и тетя, да. И тетя, да. Так что русские пусть радуются им ничтожным победам. Но, главное, что умерли те аэроборонцы, которые предатели, а мы сейчас будем держаться до последнего. Блядь, через Днепр порвали. Все, 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 тихо, не хрюкать. Отставить, отставить, начать контрхрюк. Пока украинцы отступали до Днепра, они официально вступили в НАТО. И, естественно, такое не было по правилам нашей МП-партии. Посему мы с помощью волшебной палочки их исключили. Это наша. Что? Так, переговоры, переговоры. Далее на фронте не было ничего интересного, кроме битв за Киев, что была крайне кровавой. Однако толком мы не приступили к штурму этого самого города и лишь долбились на его пригородах. Ночью, завтра уже ночью, мы уже начинаем штурм. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что творит? Спецоперация под Киевом полностью успешна. Полностью успешна. Сюда, все, вайпнул. Учитесь, пока я еще не свалил в НАТО. Лично взял командование под контроль СААЗу. Освобождение Фруксова и Руковы. Там мы находим просто ужас. Миллион расстрелянных украинцев. Давайте выхвырум правительство из Киева. Это стратегические оттягивания с использованием тактики хеймута в подвольтке старшего, который посдал настоящий силошошечного СЛК, играя на... Редко играют в плях боя Габит. Лон, есть равнины. Вот, вот так вот фигач. Чтобы не расслаблялись. Ну зачем, Пум, объясняешь? Ну дай мне позахватывать немного. Ой-ой-ой, котел под кеймом. Вот, говоришь, тактика цунами, тактика цунами работает. Вы не верите в великого... Давай тактику бах-бах-бах. Такая тактика бах-бах. школьник успокойся я делаю эти уроки сделаю опа я уже в тех техникуме на первом курсе решив что лучше не надо пытаться убиваться ради взятия столицы большая часть армии в срф было строя точно на южном направлении а все остальные самолеты начали массово взлетать бой масса уничтожала есть к врага всю инфраструктуру мосты и дороги армия украины не могла нормально снабжаться посему оказалось крайне уязвимой для прорыва депра взлеты российских бомбардировщиков стоит часом x для всей украины а также высу так ребята мы прорвали днепр как это херсоне закатились и с помощью магии быстрой скорости мы слова 2 4 февраля ночью смогли прорвать обороны врага тем сам предопределив судьбу мп-партии как конкретным был прорван днепр тоже совсем другая за которую по законодательству российской федерации могут посадить тюрьму от 8 до 10 лет после которых уже никакая реабилитация невозможно посему я был вынужден бежать из страны и уехать в северную корею притон для тех кто любит и умеет пересекать днепр в итоге украина снова вступилась на то но это уже ничего не решала и в срэп начали маршировать до варшавы в итоге вся восточная европа оказалась под контролем россии а также чечни вот такой ток партии за россию модификации на специальную военную операцию подписывай канал ставьте лайки ну и так же не забывайте вступать в мой дискорд-сообщество в котором вы можете поучаствовать в мп-партии и оказаться в новом видеоролике спасибо и и Продолжение следует...